Всем привет! Сегодня у нас опять будет про аккумуляторы. На самом деле, я так понимаю, что тема довольно актуальна, особенно аккумуляторы для электротранспорта, потому что я помониторил немножко комментарий под своими прошлыми видеороликами, где я перепаковал, собирал, обслуживал какие-то аккумуляторы для электроинструментов, электротранспорта, и люди хотят видеть продолжение банкета. Я повторю, что многое из того, что я делаю, не снимаю, особенно по части аккумуляторов, но если есть желание, пожалуйста, я могу все заснять, оформить в виде видеоролика, поэтому очень важен ваш комментарий. Я все это дело смотрю, изучаю. Если не лень, просьба оставить отзыв, что вы думаете по этому поводу, стоит ли продолжать тему именно аккумуляторов для электротранспорта. По поводу аккумулятора, который сейчас в разобранном состоянии на столе у меня лежит. Я делал аккумулятор для курьерского электровелосипеда, для родственника делал аккумулятор полностью самодельный, с корпусом, напечатанным на 3D принтере. Аккумулятор уже несколько месяцев активно трудится, пока что проблем с ним нет. Значит, по этому видеоролику связался со мной один отличный парень, который принес свой аккумулятор от скутера. Он 48-вольтовый, но и скутер, и сам аккумулятор достаточно дорогие. Это не как бы шарпотреба, а достаточно хорошая сборка. Это я вижу, судя по нутрянке и по корпусу. Этот аккумулятор предстоит именно обслужить, то есть зарядить и разрядить разными токами, понять, какая тут остаточная емкость. Аккумулятор довольно древний, ему 2 года, и при этом он очень активно эксплуатировался. Бывало, что по нескольку раз в день он заряжался. То есть деградация сейчас имеется очень сильная. Аккумулятор не тянет, не держит заряд. Это может быть связан как с естественным процессом старения ячеек, так и с проблемами в конкретно взятых ячейках отдельных или же в БМС. Предстоит все это дело выяснить и согласовать с человеком, будем ли перепаковать, или, возможно, просто будет нужна в обслуживании замена нескольких ячеек. В любом случае, что-то мы сделаем с этим аккумулятором. В ходе сегодняшнего видеоролика я просто его протестирую. Возможно, мы вскроем, изучим нутрянку. Также, самое важное, самое вкусное, этот же человек заказал у меня аккумулятор точно такой же для этого скутера, но не обычный, а навороченный на основе литий-железо-фосфатных ячеек. Притом, этот аккумулятор должен уметь заряжаться очень быстро, на протяжении нескольких десятков минут. Посмотрим, как получится. И нужно будет сделать зарядное устройство, супер-быстрое зарядное устройство, с мощностью в несколько киловатт. То есть, этот проект уже согласован, этот проект на стадии реализации. На данный момент я занят поиском нужных ячеек, чтобы все было не очень дорого. Также некоторые моменты, связанные с зарядным устройством, нужно обдумывать все, как это реализовать. БМС, система балансировки и замер размеров корпуса для последующей печати на 3D-принтере. Да, это все тоже будет печататься на 3D-принтере. Этот аккумулятор, если будем перепаковать, то ничего не будем выдумывать. Сделаем как есть, только ячейки заменим, возможно, на более емкие. Так, по поводу аккумулятора. То есть, эти проекты будут. Опять же, просьба оставить отзыв в комментариях. Может, вообще не имеет смысла все это дело снимать на камеру. Так, вот он таким вот образом выглядит. Пластиковые именно части я удалил. Там, кстати, был также индикатор заряда. Вот смотрю на вот этот монументальный корпус и сравниваю с новоделами, у которых толщина стенок раза в 3 меньше, чем здесь. Это добротный, невозможно согнуть, добротный такой литой корпус в виде вот такого вот профиля. Достаточно хорошую защиту обеспечивает, весомый очень. Ну и, собственно, сама нутрянка представляет собой пакет вот такой термоусадка, текстолит, демпферы со всех сторон. Здесь у нас провода, идущие к индикатору зарядки и, собственно, XT-60 разъем. Это основной силовой. Вот опять же, по проводам, обратите внимание, здесь они добротные. Вот так это выглядит. Кто-то в комментариях напишет, сколько здесь АВГ. 14-е, скорее всего. Или потолще, 12-е, может быть. Ну, в общем, непонятно, но добротные. Добротные. Скорее всего, 12 АВГ. Скорее всего, да, судя по диаметру, это 12 АВГ. Так, значит, он вот таким вот образом собран. Здесь уже бросается в глаза, что применены не совсем стандартные решения. То есть это не совсем вот такая глухая сварка. Здесь имеются вот такие специальные ленточки. И обратите внимание на вот этот вот фокус. На вот эту вот узкую часть, которая должна в определенных условиях сыграть роль предохранителя. Вот так это сделано. И все прикручено на винты. Все это загерметизировано. Достаточно надежно все сделано. То есть аккумулятор однозначно стоящий. Возможно, возможно. Блин, он что, перепакован? Так не совсем непонятно, потому что здесь имеется одна ячейка, как минимум, с зеленой термоусадкой. Или это какой-то конденсатор. Аккумулятор сам по себе не симметричный. Обратите внимание. Не знаю, что здесь установлено. Возможно, какой-то конденсатор с такой термоусадкой. Но по диаметру это как 18650. Скорее всего, его не перепаковали, не трогали. И то, что здесь есть завода. Потому что все вот эти герметики я сам лично срезал. Они были в нольцевом состоянии. И судя по пакету, он не вскрыт. Ячейки вот эти основные розовые. Скорее всего, скорее всего, самсунговские ячейки стоят. Хотя, может, и ошибаюсь. Ну, посмотрим, как выйдет. Так, значит, по характеристикам аккумулятора. 48 вольт, 20 ампер часов. 54,6 вольта. Это рабочий диапазон напряжения. Это, скорее всего, то, при каком рубит БМСК. Минимум 40 вольт, максимум 54,6 вольт напряжения заряда. Здесь диапазон температур разряда, скорее всего, или хранения. Вот минус не видно. Слишком мелко не видно. Даже минус 20, минус 60 или плюс 60. Непонятно. Но это как бы не особо и важно. Что я сейчас делаю? Я сейчас заряжу данный аккумулятор. Потом устроим ему процесс разряда такими средними токами для выявления. Средние токи предполагаются 1С. Это значит 20 ампер. Но, скорее всего, электронная нагрузка мне не даст этими токами его разряжать. Поэтому, ну, примем где-то... Блин, боюсь, что меньше 10 ампер мы можем установить с помощью моей лабораторной нагрузки. Потому что уйдет в перегрузку. В общем, сейчас посмотрим. На данном этапе производится заряд нашего аккумулятора стабильным током 5 ампер. И до напряжения 54,6 вольта. Здесь сборка, соответственно, 13 с лития, 4,2 вольта на ячейку. Итого 54,6. Об этом было также написано на корпусе. Пока что лабик отключен. Запускаем процесс. И пошел процесс заряда. Ток не больше 5 ампер, конечно. Здесь, по мере заряда, соответственно, ток будет снижаться. Вообще, можно, даже, думаю, побольше тока подать. Но не стоит рисковать. Штатное зарядное устройство для таких аккумуляторов, как правило, 3-6 ампер зарядный ток выдают. Дождемся окончания процесса. Процесс заряда окончен. Как видите, ток заряда 200 где-то 55 миллиампер. С учетом того, что здесь аккумулятор как минимум 10p, то есть получается 25 миллиампер или меньше для каждой ячейки. Это, в принципе, означает, что процесс окончен. Сейчас мы будем разряжать с помощью электронной нагрузки для выявления емкости. Итак, разряжаем для выявления емкости. Я парочку дублей отснял. Здесь немножко аккумулятор емкости отдал. 12 миллиампер часов, но это как бы пустяки, не будем учитывать. Параметры разряда. Четырехпроводная схема измерений компенсируется у нас потерей на проводах нагрузки и на соединениях нагрузки. Значит, сейчас 54, практически с половиной вольта на батарее. Она полностью заряжена. Ток разряда 6,5 ампер. Немножко поэкспериментировал. Больше 6,5 ампер. К сожалению, с таким напряжением не позволяет нагрузка разряжать. Упираемся в лимит по мощности. Далее здесь отсечка по напряжению. То есть при достижении этого напряжения на аккумуляторе нагрузка отключится. 32 вольта установлены. Это очень мало для такой сборки. Но дело в том, что здесь имеется плата БМС. И мы будем именно мониторить отсечку по БМС. То есть она отключит примерно при 40 вольтах. Где-то так. Ну и в принципе все. Можно начать процесс. Процесс пошел. Ток разряда 6,5 ампер. Вот так вот. Дождемся окончания процесса. Параллельно включил мультиметр регистратор данных, который сейчас мониторит напряжение на аккумуляторе. И в конце мы построим график разряда, исходя из которого будет понятно, при каком напряжении БМС отключила нагрузку. То есть сработала защита по пониженному напряжению. Только что процесс разряда был окончен. И как ни странно, аккумулятор отдал 17,9. Практически 18 ампер часов. Это всего лишь на 2 ампер часа меньше, чем начальная максимальная заявленная мощность. Считаю, что показатель идеальный для аккумулятора такого возраста. Но чуть позже я подготовлю тестовый стенд, на котором мы будем разряжать аккумулятор большими токами. Потому что, повторюсь, вы могли заметить, что в конце процесса я немножко увеличил до 7 ампер ток. Потому что с падением напряжения можно, в принципе, подкрутить немножко нагрузку. Но это не столь важно. Важно то, что это где-то 0,3-0,35С. А, в принципе, для именно выявления емкости желательно 1С. Потому что могут мотор данного скутера, как мне сказал владелец, аж на 900 Вт. И не хватает как бы тяги. Чувствуется, что аккумулятор из последних сил как бы крутит. Поэтому, возможно, при больших разрядных токах, когда, допустим, подъемы какие-то и так далее, и двигатель потребляет большую мощность, то аккумулятор не способен отдавать. То есть токи отдачи у него стали меньше. Что может быть связано с естественным старением. Пока не проверим, не поймем, в общем. По поводу напряжения отсечки. Не знаю, насколько хорошо вам будет видно. Вот оно, это значение. Вот график. Я немножко масштабировал график. Значит, 40,3 В. Ровно БМСК вырубилось. Вот оно. Вот при этом значение. 40 Вольт, в общем. Идеально все работает. То есть с БМСК вроде бы проблем нет. Хорошее заключается в том, что БМСК тут работает нормально. Защита, как видите, работает. И она сама по себе снимается, если отключить нагрузку и заново включить. Не нужно, то есть подключать зарядное устройство для сброса нагрузки. Потому что есть такие БМСК, которые, в общем-то, без дополнительных манипуляций не будут перезапускаться. Но в электротранспорте, как бы, я такого не замечал. Значит, сейчас я буду заряжать данный аккумулятор. Блин, он нагрелся. Жаль, что я не прицепил температуру. Но температура выше, значительно выше, чем температура моего тела. Это, конечно же, не есть хорошо. Но в процессе разряда, где-то я его в середине разряда прям так пощупал. И, в принципе, он был холодным. В конце процесса он стал теплым. Это нехорошо, не совсем хорошо. Потому что при разряде большими токами, возможно, он будет нагреваться сильнее. Соответственно, это может означать то, что внутреннее сопротивление ячеек больше, чем нужно. И большие токи он не потерпит. Но пока мы не проверим, ничего сказать нельзя. Сейчас подожду где-то пару часов. Пускай полностью остынет. Заряжу и дальше соберу тестовый стенд. Правда, у меня нагрузка будет в лице Реостата. Но там подберем сопротивление, чтобы была возможность разряжать токами где-то в 20 А с измерением емкости. Итак, чтобы разрядить наш аккумулятор током в 20 А и измерить емкость, мне пришлось городить вот этот весь огород. Сейчас поясню немножко, что здесь творится. Вот эта штука состоит из трех частей. Это токовый шунт. Это система мозги и дисплей. Здесь эта штука, я делал обзор на канале Китшоп, представляет собой монитор для аккумуляторов. Можно использовать в солнечных системах, в электромобилях. Показывает все, исключительно все, что нужно знать. Всякие разные защиты можно установить. Как в случае заряда, так и в случае разряда. Показывает полные процессы, которые происходят с аккумулятором. Можно строить графики и прочее, и прочее. Десинхронизироваться со смартфоном и так далее. Но это в принципе не важно. Сейчас показывает по нулям, потому что система у нас отключена. Я здесь заранее выставил 20 Ач емкости и 100% заряд в этом случае. То есть это параметры нашего аккумулятора. По мере разряда аккумулятора, вот это все будет падать и будет показываться отданная емкость. То есть эта емкость станет меньше. Исходя из показаний последних, мы сможем сделать расчет отданной емкости. Эту вот систему нашу из трех частей питает вот этот лабораторный блок питания, который активен, сейчас все запитывает. То есть никаких других функций у лабика нет. Далее. Нагрузка в лице резистора. Два с чем-то Ома я выставил. Два с половиной Ома. Плюс-минус около 20 Ампер. Но это не стабилизатор тока, поэтому по мере разряда ток будет падать. Соединено все это дело. Так. Вот наша батарейка, собственно. Выключатель, который чисто... Ну, чтобы не искрило все, не было дуги. В общем, влепил такой вот автомат. Кстати, он для постоянного тока. Ну и в принципе токовый шунт. Вот здесь отдельный, так, идет измерительный вот провод для плюса, чтобы компенсировать все эти потери. Также этот монитор обеспечивает, вот он обеспечивает температурную защиту. Правда, вот термодатчик я просто подключил. Температурная в целом защита отключена. Но температуру мониторить на ячейке мы можем. Возможно, я притащу также отдельный ЭК-пирометр, чтобы оперативно это делать. А в целом, с высоты птичьего полета выглядит это дело вот таким вот образом. Сейчас давайте запустим наш автомат. Надеюсь, ничего не бабахнет. Ничего не бабахнуло. Ну, и здесь вот 50 вольт почему-то, почему-то, почему-то немножко неправильно отображал. Блин, я же забыл. Мы под нагрузкой нормально. Батарейка была полностью заряжена, там 50 с чем-то вольт. Но под нагрузкой, естественно, образуется просадка напряжения. 21 ампер ток разряда. Все прекрасно. Дождемся окончания процесса. Притащил также ЭК-пирометр, чтобы оперативно мониторить температуру. Хотя здесь, повторюсь, что есть термодатчик. Вон там отображается температура. Блин, вот эти провода нужно было потолще взять. Они стали мягенькими вот такими. Это не для таких токов они рассчитаны. Но потерпят, думаю. Еще пару моментов по монитору. Значит, вот здесь, в принципе, можно записать все данные. Построить потом график разряда. Но все это мы делать не будем. Ну, отображается, вот обратите внимание, остаточная емкость. 19, ну, почти 800 мАч мы уже израсходовали. 96% заряд показывает. 49,4 В напряжения на аккумуляторе. Ток разряда 20,7 А. И вон там вот мощность сверху. Самый верхний пункт 1020 Ватт. Я повторю, что подобные потребления вполне возможны. Если движок там мощный, как уже сказал, в скутере 900 Ватт установлен. И если под нагрузкой какие-нибудь подъемы, то вполне может потреблять столько и даже больше тока. Ну, в общем, печка на 1 кВт. Разряд продолжается на протяжении некоторого времени. Давайте покажу, что у нас на мониторе. Значит, 45 В напряжения на аккумуляторе. 19 А ток разряда. Остаточная емкость 12 Ач. То есть, 8 Ач аккумулятор уже отдал. Ну, остаточная на 60%. Показывает, что еще 38 минут заряда аккумулятора хватит. И мощность потребляемой нагрузкой 855 Ватт. Напряжение на точке измерения 25 градусов по Цельсию. Давайте еще сделаем замер с помощью пирометра непосредственно на аккумуляторе. Если вот максимальную точку найти, где-то 33 градуса аккумулятор нагрелся. И чуть больше БМС, которая расположена вот здесь, вот где-то. 37 градусов БМС. В принципе, температура идеальная. Ну, блин. Чувствую, что аккумулятор вполне себе нормальный. Процесс разряда продолжается. Посмотрим на монитор. 41 В напряжения на аккумуляторе. 17 А ток разряда. 708 Ватт. Мощность потребляемой нагрузкой. 3 Ач. У нас остаточная емкость. То есть, 17 Ач аккумулятор уже отдал. 15% еще показывает остаточная. Температура на контролируемой точке 29 градусов. И 10 минут у нас еще время автономной как бы работы есть. Давайте измерим температуру непосредственно на нашем аккумуляторе. Посмотрим, сколько у нас максимума. Потом отдельно на БМС. 43 градуса максимум было зафиксировано на аккумуляторе. И 44 градуса на БМС. Никаких заоблачных температур не наблюдается. С емкостью, похоже, тоже все в порядке. Если бы я на пару секунд позже выключил камеру, то удалось бы заснять процесс, когда БМС вырубил нагрузку. Итого мы имеем 2,8 Ач остаточной емкости. То есть, честных 17,2 Ач наш аккумулятор отдал изначально в 20 Ач. С учетом разрядного тока в 1С или 20 Ампер. И с учетом того, что аккумулятору 2 года. И он регулярно эксплуатировался по нескольку раз в день. Иногда он заряжался. Это идеальный аккумулятор с учетом всех этих факторов. Температура и все в норме. Ток разряда норма. Конечно, у меня коробочка с новыми аккумуляторами ждет своего звездного часа. Но не сегодня. Так, какие моменты могут быть? Возможно, возможно, владелец перепутал. Я не знаю, изначально заметил или нет. У человека 2 таких аккумулятора было. Один из них более-менее. И второй никакущий, по его словам. Скорее всего, он либо перепутал. Если бы я был ремонтником и участвовал бы в ютубовских дебатах, то я бы посчитал это проверкой на честность. Но на самом деле здесь другой случай. Аккумулятор идеальный. Не знаю, почему его принесли для обслуживания и возможного ремонта. Но он не нуждается в ремонте и в обслуживании в том числе. Конечно, жаль, что я его разобрал. Но убедиться, что там все цело нужно было. А так замер емкости и всего остального можно было бы сделать, не разбирая аккумулятор. Конечно, также не стоит исключать проблемы, которые возможны в самом контроллере, а также в двигателе этого скутера. То есть здесь однозначно проблема не в аккумуляторе, а в чем-то другом. Ну и еще, конечно же, проблема может быть в зарядном устройстве, которое попросту недозаряжает аккумулятор. Я, пожалуй, заряжу аккумулятор, соберу, позвоню, обрадую владельца. Посмотрим. Возможно, он перепутал этот аккумулятор с другим. На этом у меня все. Не забываем оставлять свои отзывы. Подписаться на иные мои ресурсы. Все необходимые ссылки найдете в описании. До новых встреч. Пока.